здравствуйте с вами владимир лицов спасибо что подписаны на мой канал спасибо за ваши комментарии за ваши вопросы которые вы оставляете и те кто еще не успел подписаться скорее подписывайтесь потому что здесь будет много всего интересного потому что здесь о гитаре о музыке и только позитив сегодня поговорим про аккорды трудно поспорить с утверждением что аккорда надо знать так вот а еще нужно знать какие ступени и где в них расположены и что с ними можно делать погнали в прошлом видео про сас аккорды я уже рассказывал такую мульку что мы можем проконтролировать нашу надстройку вот наш аккорд форме ля и под мизинцем у нас лежит главная нота до которая отвечает за пол аккорда мажор это или или минор так вот если мы мизинчиком не сыграем на пол тона выше это получается сас 4 назад обыкновенная трезвучая до мажорная без мизинца сас 2 и вот так можно это все переставлять потренировать и наконец-таки запомнить где у нас что расположено так вот сейчас мы пойдем дальше и исследуем всю вторую струну куда мы можем сходить и что за аккорды и надстройки будут получаться также мы это сделаем с третьей струной из четвертой и так первое основной вид аккорда до мажор если мы терцию на первой струне повысим на полтона получается аккорд сас 4 это четвертая ступень аккорда фа если мы ее и еще повысим это будет фа диез и звучит это уже конечно с вопросом большим вопросительным знаком вот это уже ступень четвертая повышенная ну я думаю что этот аккорд записали бы как адд 11 плюс то есть добавленная 11 четвертая ступень через октаву это 11 а так как она увеличена да с диезом фа диез это 11 плюс или 11 диез 11 если мы дальше уже будем увеличивать фа диез превращается в соль а это аккордовый звук доме соль и он нам в общем-то погода никакой не сделает поэтому заканчиваем это действие и ломанемся в обратное движение основной вид до мажор если мы терцию понижаем это до минор если мы терцию еще понижаем это превращается в секунду до рэ это сас 2 а теперь попробуем еще и сас 2 понизить это будет тоже такие вот аккорды становятся из фильмов ужасов такие напряженные то есть сас это вроде бы с напряжением и стремятся всегда разрешится а вот эти уж совсем да плохо дело дальше мы пойдем под этим пальцем у меня получится нота до и она аккордовая она нам тоже никакой погоды не делает собственно можно с ней тоже с этим действием завязывать теперь мы пойдем на третью струну что будет здесь происходить здесь у нас октава до до то есть основной корень аккорда так вот если мы увеличим его получается такая штука тоже такое непонятно что с этим аккордом делать он бы мог бы быть где-то проходящим аккордом так вот если мы повышаем нашу корневую ноту на полтона это вторая пониженная ступень дамы и только что играли вот здесь вот вот у нас был напряженный этот аккорд и собственно вот он здесь у нас другие ноты у нас задействованы да корень квинта вторая пониженная и терция непонятно где этот аккорд применять кроме как фильмов ужасах либо в ожидании что кого-то убьют да и но зато следующий аккорд он уже повеселее да очень хорошенький это у нас саз 2 вот она вторая ступень квинта вторая ступень и ха-ха терце и вот благодаря на самом деле тому что висит вот эта штука рэми она дает классное биение очень кайфовый аккорд вот дальше если мы будем ехать не знаю кого хватит пальцев у меня не очень-то даже не знаю стоит ли следовать это можно так тоже такое даже сумасшествие некая палат номер шесть в действии а такой страшный аккорд получился потому что у нас одновременно звучит и мажор и минор то есть у меня вот она ми бемоль минорная терция и тут же ми обыкновенный то есть мажор к чему вообще на самом деле этот весь рассказ не только потому что нужно знать да где какая ступень расположена и что мы с ней можем делать а таким методом вы сможете найти какие-то свои аккорды и вообще исследовать гриф один из таких действенных методов по себе повысить слух это просто записывайте аккорды мажор минор мажор минор ну там можете прям сильно диктофон телефона записали в порядке порядке бреда да мажор минор там следующий аккорд взяли мажор минор но только в конце говорите что допустим взяли соль сказали мажор потом сыграли другой какой-нибудь там си сказали минор спустя там неделю-другую вы уже забудьте этот порядок последовательность включайте себя и слушайте и пытайтесь угадывать что у вас мажор минор но если вы будете угадывать еще конкретно конкретно какой-то мажор минор там соль мажор си то вообще будет прям что надо такой вот сольфеджио в действии по моему можно здорово заниматься этим метро там или еще где-то что происходило сейчас двигая только один голос мы получали уже такие созвучия необычные которые не так часто встречаются да в музыке и а если мы будем двигать два голоса представляете какие аккорды вы сможете находить а теперь нашу корневую ноту октау вот она будем двигать в сторону нулевого порожка так основной вид если мы понизим будет большой мажорный это вот большая септима до си такой легкий просторный аккорд всегда он ассоциируется с чем-то романтическим да а вот если мы этот голос еще понизим то будет доминант септ аккорд до си бемоль малая септима и если еще понизим это будет уже секста очень хорошо и дальше попробую я растянуться ля станет ля бемолью по-моему тоже огонь сейчас мы сделаем движение голоса по четвертой струне да а вам останется большое поле для того чтобы поискать аккорды двигая два пальца или даже три сейчас мы будем повышать квинту соль если мы ее повысим на пол тона это у нас получается увеличенный аккорд ау записывается он да очень здорово звучит тоже один из моих фаворитов если мы повысим и соль диез это у нас получается секста аккорды с секстой всегда очень хорошие а если кто-то в сексте слышит какую-то джазовость то для меня это например ассоциируется с каким-то прог роком и секста это всегда хорошо теперь будем понижать квинту и двигать голос в сторону нулевого порожка основной вид аккорда теперь уменьшенный тоже фильм ужаса снова вот сами дальше такой аккорд с квартой квартовые аккорды тоже всегда классные и если мы теперь кварту по унизим на полтона такой уже просто обыкновенный мажор видите у нас терция удвоена здесь мы здесь мы здесь в общем-то ничего особенного а вот если мы терцию мажорно сделаем минорную тогда будет очень страшный аккорд потому что у нас снова звучит и мажор и минор и это всегда так вот чудно там едем есть аккорды которые знают все но вот этот метод позволит вам нащупать аккорды про которые знают лишь немногие а может быть и вообще никто не знает это как раз вот то поле чудес на котором бурати назарил свои денежки обязательно попробуйте и вы наткнетесь на какие-то свои прикольные созвучия соберете свой набор уникальных аккордов но сейчас я расскажу про ту гармонию которая сыграл в начале смотрите что здесь происходит первое это по сути си минор но я хватаю две ноты одну большим пальцем другую указательным и делаю си минора сас-4 да у меня звучит си и ми затем я играю такую штуку это соль мажор но для того чтобы она закряхтела я еще беру сверху такой вот фа диез и си это получается уже аккорд соль большой мажорная дальше это превращается в ля сас-2 делается обыкновенной квинтой из лям я делаю сус-4 и обыкновенными еще разочек си минор превращается в сас-4 соль мажор превращается в соль большой мажорный ля сас-2 превращается в ля сас-4 ми мажор и на перегрузе это здорово звучит поехали